добрый день уважаемые трейдеры сегодня понедельник и у нас как обычно видео материал посвященный календарю событиям основным фактором на который стоит обращать внимание и в двух словах то что было на прошлой неделе но ведь у меня на экране открытый открыт график 7 на акции тесла очень много было интересных новостей событий которые как видите свалили акции до 306 90 он был минимум лоу недели но и нескольких месяцев фундаментальный фактор у нас перечислены на сайте admiral markets разделе аналитика там вкратце написано что повлияло на этот обвал технически хочу сказать что вот мы moving 100 дневный пока удерживает цену я сейчас смотрел pre-market он тоже выше уже 318 можно наверное рискнуть прикупить их с небольшим это для быков то как бы мнение быков что скорее всего мы можем немного отрасти от этого moving не самые худшие события поступили на рынок по тесле новая модель вышла может быть с ожиданиями небольшие есть проблемы ну и конечно пузырь который был или переоцененность нет пузырь совсем не то слово не то выражение переоцененность которая была на акциях тесла на возможно немного цены стали рациональнее и точнее рациональнее они были и рациональными стали рациональнее отношение к рынку вообще к тесле что еще можно сказать были очень большие short short float коэффициент был достаточно высокий и каждый раз когда цена уходила на новый максимум срабатывали маржин колы стопы и это приводило к еще большему росту вот такая небольшая попытка поймать разворот или продолжение тренда ну и можно уже ниже мувинга как-то оставить стопы или же для медведей актуально будет при касании разворот ждать ждать падение еще ниже и при пробое мувинга то есть делать тут много всего и для всех категорий участников рынка для медведей для быков бумага снова стала вот такой вот шальной и вверх и вниз ходит почитайте кстати вот основные факторы которые свалили акции тесла на прошлой неделе в двух словах еще золото тут тоже пробитие произошло это или график вы видите мы пробили ну такой поддерживающий канал в котором находились долгое время с января 17 почти уже полгода более чем полгода и наконец пробили вниз так чтобы тут тут повлияла масса всего и и ситуация со ставками и доллар ну конечно смешанный об этом у нас тоже был вебинар посвящен на рынку золота отдельный по четвергам вы знаете нас тематические вебинары проходит где было сказано о том что золото последнее время себя ведет не коррелируют так скажем поведение котировок совсем не коррелируют с той или иной новостью показателям переменной что ли да макро статистическим индикатором на графике это и видно она или конец нефти любимая нефть все идет так и должно как и должно было быть временный рост цен был связан с несколькими факторами но они в основном не основополагающий так скажем не влияют на рынок больше чем превалирующие факторы это и передобыча рост добычи страна опек ливия нигерия снова буровые кстати за статистикой вы можете проследить и я ее могу показать где это вот есть компания baker and huge те кто посещает наши вебинары знает вот 12 вышек в америкам 7 было опять вышки растут всего одна неделя была где когда вышки не не росло количество вышек так что и вышки растут и нигерия сливии добавили жару и опек уже сократил квоты настолько что даже перевыполнил план то есть нет никаких факторов на рынке которые бы способствовали продолжению роста цен на нефть вот в этой в этой короткой коррекции скорее всего это коррекция и так что мы можем сделать мы можем обновить минимумы давайте надели переключимся все-таки дейли король всех чартов король всех таймфреймов но тут у меня много линий наложено мы легко можем обновить минимумы у нас будет поддержка снова в там в районе 41 с чем-то на 10 часов и следующая поддержка уже вот минимум до если предыдущий минимум от 16 года так что а вообще все это можно считать одним большим флэтом между 40 и 55 даже между 37 с половиной и 55 ну что могу сказать факторов медвежьих много движение до 41 наверное кажется уже не таким заоблачным а что будет дальше вот сложно сказать что будет дальше потому что цены уже достаточно низкие а ну посмотрим важно следить за запасами среда обязательно отслеживайте запасы кстати последний запас оказались достаточно высокими рост 6 миллионов может еще и в этом с этим была связана вот такая бычья волна роста а ну и наконец s&p а то мы уже отнимаем время нашего календаря текущей недели а я много раз говорил что s&p достаточно технично технично ходит видит уровень пробивает его снова возвращается к нему дает зайти и так было много раз вот до этого было очень много раз и 2400 уровень в этот раз тоже оказался тем уровнем куда цена любит возвращаться думаю что на данный момент один из лучших уровней который будет разделять быков и медведей 2400 пока мы несколько раз после пробоя коснулись захватили ордера снова выросли вот последний рост был всего там на 27 30 пунктов посмотрим что будет дальше такой флаг рисуется вырисовывается на наверное нас на дневном на часовом графике нет лучше четырехчасовой я покажу такой до флажок пробьем может быть дадим новый максимум 2 500 а нет 2400 это хорошая лакомцевая бумага показывающая кто на рынке правит балом ну а теперь календарь вернемся к нашему календарю так где это было экономический календарь я тут уже его открыл буквально в двух словах то что было сегодня китайская инфляция папа прогнозу и вышла как и ожидали ничего нового вечером будет у нас инфляционное ожидание сша несколько важных новостей потом будет выступать уже во вторник уильямс что еще тут важное все неважное неважное представитель bank of england и себе будет тоже выступать вот уже сколько людей на этой неделе будут выдвигать речи кашкаре брейнард но опять же ничего интересного нет пока среда среда ну вот вижу по британию уровень безработицы но я бы не назвал что этот индикатор каким-либо сколь нибудь важным и заявки по безработице не считаю сейчас важными елен вот вот что важно 15 00 на идею все это время джимти указано здесь 15 00 сейчас посмотрим что за время у нас нет лондон лондон прибавляем к этому времени запасы сырой нефти среда как обычно вот прошлый индикатор был минус 6 3 почти миллиона бензин также сократились запасы то есть цена должна была вырасти но она после этих цифр не сильно выросла то есть медведи все-таки решили что это ну не совсем то что может повлиять 6 миллионов в день в неделю запасы изменились а тут нигерия и ливия качает усиленными темпами так что медведи вернулись на рынок и свалили обратно до уровня там 43 с чем-то четверг вот экспорт импорт импорт по китаю важно жаль не ввп самая важная новость поступающий из китая сейчас это ввп было бы но его нет торговый баланс много всего неважного не обращайте на это внимание в общем то если следить за каждой новостью то просто не будете отрываться от экранов и не каждая новость влияет не каждый не каждый индикатор статистический влияет так пи пи ай почему-то у нас средняя значимость но пи пи достаточно важен от него зависит то что будет делать фрс посмотрим какие выйдут цифры кстати пи пи называют предвестником cpi consumer price index то есть то что происходит на рынке даже не на рынке то что происходит с оптовыми ценами скорее всего перекинется и на цены потребительские еще один представитель фрс это будет четверг но и наконец пятница очень много разных новостей китай нет 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 ничего важного евросоюз торговый баланс тоже неважно розничные продажи в сша вот еще один индикатор инфляции ждет ждем изменения 0 1 хотя прошлый раз была такая дефляционная дефляционный месяц месяц месячном исчислении розничные продажи немного упали в годовом выражении увидите розничные продажи неплохо даже растут экономика восстанавливается именно поэтому фрс ожидает все-таки усиление инфляции а вот и сама инфляция по штатам 1 из 7 ожидается в этот раз в годовом учреждении прошлый раз был 1 и 9 кстати вы знаете наверное что 2 процента это тот таргет тот целевой уровень центральных банков практически всех которых мы знаем и по и cb по банку англии официально по фрс официально 2 процента этот таргет ставка целевая корр вот этот базовый уровень инфляции core inflation это за вычетом продуктов питания и нефтепродуктов чуть ниже ожидается один из семи в прошлый раз было чуть ниже но для кора это много даже если здесь нажать вы увидите что последнее время он растет это с какого года последнее время но вот последнее время он рост и не рос и немного сейчас упал посмотрим что будет в этот раз а если взять просто инфляцию вот тут разворота даже особого не было покору была видимо с ценами на нет с ценами на нефть вот этот связан тот не связанцы но посмотрим что будет и тот и другой важен будем следить и мичиган конечно же как обычно 95 никак не пройдет отметку 100 очень близко к отметке 100 не пройдет но не то чтобы он ключевой ну наверное достаточно важный ну и собственно все собственно все бейкер ньюч как обычно вот был рост в прошлый раз на 7 вышек уже рекордное количество вышек но учтите что индикатор количества новых вышек может начать снижаться потому что посмотрите на цены что происходит с ценами темный график что происходит с ценами на нефть наверное не каждый не каждая нефтяная компания начнут начнет запускать новые буровые при ценах 43 там или даже ниже у меня все всем желаю удачной недели успехов профитов вам увидимся завтра во вторник на вебинаре посвященном текущей ситуации собственно все эти моменты разберем подробно и в четверг следите за календарем я не уверен по поводу этой недели но должен быть у нас вебинар 13-го был запланирован будет вебинар теперь уже с июля месяца тематические вебинары будут каждую неделю каждый четверг а еще раз всем удачи на рынках до встречи удачи 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 Продолжение следует...